всем привет в этом видео поговорим о том что нефтяные санкции против россии исчерпали свой ресурс газета wall street journal опубликовала подробную статью с анализом эффективности действия введенного в декабре прошлого года потолка цен на российскую нефть американские эксперты пришли к выводу что негативный эффект для российской экономики от нефтяных ограничений полностью испарился в сентябре октябре текущего года российские компании заработали на продаже нефти больше чем сентябре октябре прошлого года когда российская нефть и нефтепродукты свободно поставлялись на любые рынки за прошедшие 10 месяцев с момента введения нефтяного эмбарго российские власти создали огромный теневую танкерный флот и лишили доходов западные страховые компании по данным wall street journal если в декабре 2022 года российские страховые компании покрывали около 30 процентов сделок связанных с поставкой нефти в третьи страны то к настоящему времени доля россии в общем объеме коммерческого страхования рисков поставки нефти превысило 50 процентов существенного роста в объемах страхования россии удалось добиться благодаря приобретению и последующему использованию для перевозки нефти 180 танкеров которые ходят под флагами дружественных россии стран к настоящему времени средняя цена поставки российской нефти превысила ценовой предел установленный западными странами в 60 долларов и поднялась до 76 долларов дисконт российской нефти по отношению к биржевой цене нефти марки brent составляет уже менее 10 процентов по данным российского минфина в октябре 2023 года поступление в российский бюджет от экспорта нефти и газа удвоились в сравнении с октябрем прошлого года и превысили одну целую шесть десятых триллиона рублей западные страны больше не могут влиять на нефтяные доходы россии поскольку торговля российской нефти вышла за пределы их юрисдикции порядка 90 процентов российской нефти поставляется российскими компаниями по прямым контрактом индийским и китайским госкомпаниям при этом расчеты по указанным контрактам ведутся с использованием национальных валют согласно прогнозу экспертов из всемирного банка огромные доходы от продажи нефти позволит россии в следующем году увеличить военный бюджет на 70 процентов до постсоветского рекорда когда расходы на оборону превышали 100 миллиардов долларов в год